ребята всем привет и сегодня начинается влог вот с такой малышки лауры это уже третья по счету малышка которую я сделала вот на просто обалдеть какая реалистичная у нее видно даже текстуру кожи все мои лауры они прям не знаю до мелочей почему-то мне хочется их сделать все 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 прям здесь не вам бантик на магните я сегодня пойду ее отправлять так как ее мамочка ее уже заждалась и вот такие вот у нее ручки и шикарно мне безумно нравится и еще я ей подогнула ножки то есть они прям вот такие вот у нее стали то есть я их так зафиксировала вот сейчас буду ее упаковывать и потом мы пойдем с кем-нибудь из моих малышей отправлять малышку лауру и так я уже все подготовила к запаковочке тут у нас фотография свидетельство рождения карточка и пустышка две заколочки и повязочка бутылочка вот такая вот три подгузника вот такой комплект и вот такой комплект слюнявчик шапочкой и слипик все это я сейчас буду упаковывать ну и пледик и так я уже положила куколку сейчас кладем сюда одежду кузнике и бутылочку все в общем мы я решила взять с собой луи у нас на улице жара поэтому ну я его все равно укрыла вот так как он без шапки не знаю пусть ладно так там у нас лаура в коробке уже сейчас пойдем на почту итак я забрала посылки с почты вот распаковала их уже и здесь у нас по 500 грамм этот мешочек стеклогранулята ведь это такие шарики которые добавляют в кукол ребор для утяжеления я также вот такой вот заказывала и здесь видите в бутылки приходила в этот раз вот так вот ну покрупнее кстати в общем вот стеклогранулят приехал и также я заказывала иголки для рутинга такие вот они бывают попадаются плохие бывают хорошие попадаются их надолго хватает в общем они быстро ломаются но мне не нравится вот это одна посылка и вторая посылка тоже с ярмарки мастеров я заказывала у женщины в общем давненько заказывала вот она мне связала наконец-таки под заказ но я думала что размерчик будет намного меньше он прям для его получился на 62 размер хотя просила на ростик 50 сантиметров ну в общем вот так получилось и нитки тут достаточно яркие я хотела не настолько яркий ну на камере кстати вот как раз таки этого цвета который мне и нужен был а в живую он ярче прям цыплячий желтый но все равно он мне безумно нравится он очень красивый и я хотела сделать фотосессию в стиле ретро я смотрела недавно сериал по-моему называется вызовите акушерку это не русский сериал это я не знаю вроде бы англия и там детей одевали вязаные вещи и это так красиво смотрелось что меня вдохновило и я захотела вот примерно то же самое попробовать еще хотела заказать вязаный плед в общем вся прониклась этим сериалом потому что там четыре сезона но я его так и не досмотрела специально для того чтобы дальше проникнуться и потом вот так как раз таки одеть вот в этот вот костюмчик кого-нибудь из кукол но мне кажется даже не знаю на кого сейчас это одевать потому что он реально какой-то большеватый наивусика даже подойдет и ну в общем я планировала одеть в него на уме на уме в нем точно утонет также я купила точнее заказала вот такой вот слинг на кольцах он видите я не знаю может кто-то знает но в общем такой вот слинг это типа платок такой длинный идет и засовываешь вот эти вот части в эти кольца и фиксируешь на теле я конечно потом вам покажу как смотрятся малыши в нем наоми я примеряла выкладывала в нашу группу вконтакте так что и кто не подписан нашу группу вконтакте обязательно подписывайтесь вступайте и в общем то все вот так что сейчас буду сейчас вам покажу как смотрятся остальные малыши на уме я уже примеряла на уме в нем сидит не очень потому что она не такая гибкая как мягко набивные куклы вот кстати поставила сюда пока люльку эту вот на уме лежит ее нужно искупать потому что я давно не купала и она уже такая вся стала но не очень в складочках у него вот пропала присыпка так у нее тело такое гладкое но именно в складках ее нужно тут ручки помыть таких местах тут ручки помыть в общем нужно этим заняться будет быстренько как-то и искупать так мило смотрится наш мобиль с именно вот этой люлькой очень нравится также в группе вконтакте я просила вас написать какое видео мне заснять на канал так сейчас большинство уже вышли на каникулы и наверняка я должна порадовать вас новыми влогами я даже думаю начать неделю влогов но это пока что в моих мыслях но в общем большинство за то чтобы я сняла какой-то день с луи то есть он виден настоящего ребенка что пьянем заботилась ну в общем роллплей такой прям не влоговские наверное видео да вот и я конечно же постараюсь заснять такое видео у меня кстати было такое в планах поэтому если что ждите но также вы можете написать хотите вы например неделю влогов и так я посадила луи в этот слинг в общем вот здесь он регулируется я сделал такой жгучек под голову вот такая вот ткань ее можно затянуть покрепче повыше сделать если нужно и вот так получается ребенок должен находиться мне очень понравилось потому что очень удобно единственное что мне не нравится что сильно обтягивает тело вот этот с отряпкой получается что летом жарко будет вот принципе вот как то так ну это я вот говорю уже вот так вот сюда прятала так что да прикольная штука сейчас посажу Ханну а потом Еву а Бонни уже сажать не буду потому что нужно чтобы малыш был тяжелый чтобы здесь был такой знаете мешочек у Бонни такого не будет потому что она у меня легкая еще и маленькая хотя можно попробовать в принципе почему бы и нет ладно сейчас попробую Бонни посадить итак я решила вам показать как я все-таки одеваю вот это вот потому что я сейчас его снимала так как к нам приходил курьер и принес посылки в общем вот так вот затем я просовываю в оба колечко нужно вот так вот сделать рукой чтобы осталось какое-то расстояние здесь чтобы засунуть кукулу или ребенка и потом вот в это колечко я вставляю все обратно и так вот что у меня получилось вот здесь штучка для регулировки затем мы берем малыша ребенка реборно посовываем затем нужно затянуть где-то потуже где-то расслабить нет кстати Бонни здесь очень даже хорошо сидит так легко с ней прикольненько она даже на меня ложится вот так вот и вот это вот оставшуюся часть нам нужно куда-то деть кто-то ее наматывает вот сюда чтобы вот это вот кольцо не натирала я делала вот так вот под голову чтобы голова назад не перевешивала под головничек такой мне так больше почему-то нравится вот и вот так вот получается ножки должны свисать это безумно мило мне очень нравится так вот это смотрится со стороны естественно наверное мне кажется что я никуда так не выйду но чисто поразвлекаться можно вот хотя вот очень удобная вещь но я постеснялась бы так выйти но правда что с настоящим ребенком я бы вышла вот а так мне почему-то не охота заморачиваться так вот и к тому же мы когда куда-то едем я кладу всегда куклу в люльку то есть не беру на руки вот так вот сидит ханночка в принципе вот так вот еще малышей сажают ручки достают потому что им уже так неудобно будет сидеть например ну в общем вот типа сидушка такая и вот так вот сидит я усик но ножки у нее очень сильно свисают потому что они у нее прямые практически вот поэтому только вот так но тоже в принципе очень даже неплохо потому что например потому что когда мы летали на кобру с Евой там с пересадками мы летали теле это было бы вообще спасение для моих рук потому что я очень стала таскать на руках вот в таком положении она всегда у меня была на руке либо в руках в общем это бы меня очень спасло в принципе выглядит неплохо так у нас уже следующий день блога мы решили с Луи сходить до Валбереса и на улице у нас безумно сильный ветер не знаю пожалею я об этой прогулке или нет в общем Луи у нас вот так одет я на себя еще накинула рубашку но я думаю что нормально нормально вот у нас лифт приехал взяли с собой маленькую коляску там по моему для кукол только одна пеленочка приехала но все равно сходим ну я кстати вот так одета вот у нас все равно жарко хоть и ветер так мы уже едем домой на улице ужасно дует ветер летит песок поэтому не очень хорошая прогулочка но мы уже вернемся домой итак вот что приехала с Вайлберес кисточки я заказала для ребординга этот набор стоил около 300 рублей мне кажется это очень круто я почему-то сразу же не догадалась посмотреть там кисти я обычно покупала их в Леонардо поштучно но я думаю что многие знают что в Леонардо просто бешеные цены на кисти потому что они там супер-пупер профессиональные считаются также купила себе кусачки вот такие ну для маникюра для педикюра взяла вот такие крабики на лето не знаю будут они держать мои волосы или нет но надеюсь что будут у меня волосы не не очень-то объемные и вот такие вот штучки положили невидимки в подарок положили и также я заказала вот такую пеленочку на лето хотелось что-то со цветочками но я ничего не нашла цветочное нашла вот такое вот тут еще кстати какой-то как будто бы подарок лежит если что извиняюсь у меня работает вентилятор и также открыто окно поэтому машины ездят в общем такую карточку положили очень все красиво вроде бы 500 рублей пеленка стоила это все муслин да вот такой платочек очень приятно да спасибо хоть оно мне и не надо но мне безумно нравится когда кладут такие вот презентики и все так красиво упаковано это не реклама но мне безумно прям нравится кстати пеленка тоже очень хорошая она очень достаточно большая такая вот двухслойный муслин кому нравятся муслиновые пленки я вам советую такую видите наоме уже лежит готово к купанию хочу поставить сюда сейчас ванночку тут уберу ноутбук и поставим сюда ванночку нашу с водичкой скупаем наоме и оденем ее и так я уже подготовила ванночку налила туда шампунь и сейчас я хочу положить сюда наоме я ее очень давно не купала и даже не помню наверно не вспомню уже поэтому нужно ее помыть и после этого я хочу обработать ее присыпкой потому что я ее обрабатываю присыпкой только когда купаю после чего я уже больше не обрабатываю присыпкой ее потому что это не тот эффект получается слишком какое то все выходит не очень фотографии выходит так как присыпки слишком много становится в этот раз я не взяла никакой ковшик можно бутылочки взять я приготовила полотенчика еще положим услиновую пеленку и также чистый подгузник нельзя силиконовых купол вытирать полотенцем но просто я и положила потому что водичка так лучше впитается их в принципе нельзя вытирать можно только легким движением вот таким вот промакивать чтобы побыстрее высохло раньше я с этим белым заморачивалась очень сильно потому что я не знала как это делать у меня до этого не было силиконовых реборнов но я много видела по видео а сейчас я просто наношу присыпку и просто либо рукой растираю либо самой кисточкой как оказалось ничего сложного в этом нет и кстати вот я убрала один бортик кроватки и мне стало гораздо удобнее у меня стало более рабочего пространства сейчас у меня эта кроватка в качестве пеленального столика и диванчика такого куда можно положить куку и переодеть например потому что здесь очень большая площадь такая нормальная я бы сказала получше чем на комоде это делать или занимать свою кровать так что у кого такая же кроватка вот могу вам посоветовать если у вас мало рабочего места то можно вот так сделать и смотрится это ничуть не хуже так же эстетично так что вот сейчас мы быстренько обработаемся и оденем слипик потому что уже повечерело прохладно стало что ж я уже одела подгузник на уме сейчас мы ее оденем слипик и шапочку кстати вот слипик который недавно приехал должен подойти не знаю хотя вот тут очень маленькие смотрите малюсенький наверное не подойдет но у меня ножки очень большие так тогда выберем что-то другое я выбрала вот такой свиньи пуха вроде бы должно подойти на уме такая тяжелая что лишний раз даже поднимать неохота на уме слипик а нет но типа как раз очень впритык конечно кстати эта проблема именно для детей должна быть почему делают такие маленькие ножки у детей ноги еще больше с таким ростом не знаю это поход делал для куклы реборн шьют раз такие маленькие многие даже отрезают вот эту вот часть чтобы вот так ножки ножкам не было так туго нельзя так на самом деле чтобы детям в ногах туго было ну на уме можно тут кстати есть еще антицарапки я их наверное сделала вот так как я и только что обработала присыпочкой пусть побудут у нас руки в чистоте все готовый малыш сейчас будем ее кормить вот наша бутылочка не хочет давай бери и так чтобы наоми у нас взяла бутылочку нужно капнуть маслом детским можно бальзам для купить чем-то таким и капа все ну что ж на уме поела а на этом было все надеюсь что вам понравился этот влог я постаралась сделать его как можно разнообразнее напишите в комментариях какие видео вы хотите еще видеть на этом канале а на этом было все спасибо всем за просмотр и подписывайтесь на канал и пока 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 Продолжение следует...